Анастасия Календы-Смирнова. Техники на принятие себя. Техника «Море волнуется». Техника выполняется в течение 21 дня и занимает 15 минут. Помните детскую игру «Море волнуется»? Произвольные движения участников, напоминающие танец, слова ведущего «Море волнуется» раз, «Море волнуется» два, «Море волнуется» три, фигура на месте, замри. И в этот момент все играющие должны были замереть в той позе, в которой их застали слова ведущего. Вспомнили? А теперь давайте поиграем в нее уже во взрослой жизни. Только это уже будет не игра, а психологическая техника. Выполнять ее надо перед зеркалом, это обязательное и очень важное условие. Вы движетесь в произвольном ритме и темпе, проговаривая про себя слова ведущего. Затем замираете. Попробуйте понять, как чувствует себя ваше тело в этой позе. Вам удобно в ней? Насколько удобно? Представьте, что вы вышли из своей физической оболочки и наблюдаете за собой со стороны. Затем возвращаетесь и отмираете. И снова выполняете технику. Повторюсь, время выполнения должно занимать 10-15 минут. Техника помогает снять телесные зажимы и принимать себя в любых позах и положениях. Даже в смешных, на бессознательном уровне. Техника зеркала. Разговоры с самим собой перед зеркалом весьма полезны. Даже если занимают всего несколько минут. И не только разговоры, но и гримасы, кривляния, пародии на кого-то. Технику, которую я предлагаю вашему вниманию, выполняется вплоть до достижения необходимого результата. Ее можно применять ежедневно. Инструкция к выполнению. Расположитесь напротив зеркала так, чтобы иметь возможность видеть себя в полный рост. Представьте, что напротив вас человек, которого вы видите впервые в жизни. А теперь ответьте на несколько вопросов. Что вы думаете об этом человеке? Постарайтесь дать максимально подробное его описание. Возраст, род деятельности, характер, настроение и так далее. Ответив на вышеуказанные вопросы, вы встаете спиной к зеркалу и смотрите в точку, в которой сейчас находились. В этой точке нужно представить идеальный образ себя. Важное условие. Образ должен быть реальным. То есть допустимо в своем воображении рисовать себя похудевшим и стройным, но не прибавившим в росте полметра. Итак, напротив, ваш идеальный образ. Какой он? Посмотрите на себя со стороны. Во что вы одеты? Какая у вас прическа? Идет ли она вам? Какие черты характера вы наблюдаете в себе? После того, как вы подробно представили идеальный образ себя, подойдите к этой точке и мысленно перевоплотитесь в идеал. Это похоже на переход из одной реальности в другую, где ждет ваша совершенная версия. Попытайтесь ощутить, каково это, находиться в такой реальности. После того, как вы побудете в идеальном образе и изучите изменения в себе, вернитесь к себе нынешнему. Ощутите себя в ситуации здесь и сейчас. Затем снова проделайте данную технику, почувствуйте себя идеальной версией себя и в очередной раз вернитесь к реальному образу. Повторять технику следует до тех пор, пока ощущение себя в двух разных образах и реальностях не совпадет, не станет практически идентичным. Когда вы приступите к ней на следующий день, то начните ее с самого начала, включая ответы на вопросы. Продолжение следует...